Приветствую, уважаемые гости и подписчики нашего канала. В этом видео вор в законе Равшан Ленкаранский, Равшан Джаниев. Равшан Джаниев, он же Ленкаранский, родился 27 января 1975 года в пригороде азербайджанского города Ленкарань с экзотическим названием Рука Выжар или Гилак Махала. Семья Джаниевых принадлежала к народности Талыши, мать была домохозяйкой, на плечи которой легли заботы о Равшане и его братьях и сестрах, а отец Рафик трудился милиционером. Равшан отцом очень гордился и мечтал пойти по его стопам, но жизнь внесла в эти планы свои коррективы. Джаниев-старший пользовался среди земляков большим авторитетом, а его принципиальности и бесстрашии знал каждый, в том числе и члены одной из азербайджанских преступных группировок, что начали активно множиться в лихие 90-е. Бандиты, на след которых вышел бесстрашный борец с криминалом, перепробовали разные методы. Милиционеру предлагали солидную взятку, а получив отказ, долго запугивали. Но Рафик остался непреклонен и продолжил сбор доказательств их преступлений. Перспектива оказаться за решеткой матерых преступников не радовала, и они решились на радикальные меры. Подослали киллера, который в 1992 году устроил Рафику засаду и расстрелял несговорчивого стража порядка. Коллеги убитого поклялись задержать убийцу, что и сделали в 1996 году. Доказать причастность душегуба к ликвидации милиционера Джаниева труда не составило. И вскоре киллер оказался на скамье подсудимых. На заседаниях обвиняемый вел себя нагло и вызывающе. Он был уверен, что подельники в итоге все равно отмажут его. Своей дерзости убийца дошел до того, что, завидев сидящих в зале членов семьи Джаниева, принялся сыпать угрозами. Мол, вот выйду и перережу вас всех до одного. Это были его последние слова. Со своего места вскочил 21-летний Рафшан, выхватив из кармана пистолет. Молодой человек открыл огонь на поражение. В подсудимого угодили четыре пули, и он скончался до прибытия скорой. Мстителя тут же скрутили и заключили под стражу. Спустя некоторое время в этом же зале состоялся суд над Джаниевым-младшим. Учитывая все обстоятельства трагедии, дали по минимуму всего два года лишения свободы. Так Рафшан в первый раз угодил за решетку. Несмотря на то, что был сыном милиционера и убийцей бандита, зэки не стали трогать арестанта, оценив его поступок. Оказавшись на воле в 1998 году, Рафшан оставил всякую надежду стать сотрудником правоохранительных органов. Судимостью, да еще и по такой серьезной статье, попасть на службу в органы было нереально. Зато другая сторона баррикад, криминальный мир, приняла новичка безо всяких проблем. Жить по новым правилам Джаниев учился все два года отсидки. Крышевание, рэкет, разборки с конкурентами – все это стало делом жизни Рафшана. В криминальных кругах он получил кличку «Рафшан Ленкаранский» по названию почти родного города. Столкновение с одним из оппонентов к криминальным авторитетам Караматом Мамедовым чуть было не стоило авторитету жизни. Встреча врагов произошла в июне 2000 года в парке города Баку. После небольшой словесной перепалки Рафшан Ленкаранский в точности повторил сценарий четырехлетней давности. Достал пистолет и принялся палить в Мамедова. Однако охранники последнего среагировали моментально. Набросились на стрелка и избили того до полусмерти. С серьезной черепно-мозговой травмой Рафшан Ленкаранский угодил на больничную койку. Побои не прошли для него без последствий. Медики диагностировали у авторитета психическое расстройство. В связи с этим стрелок избежал тюремного заключения. Ему инкриминировали лишь незаконное хранение оружия и отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику, откуда Рафшан Ленкаранский вскоре благополучно сбежал. Оставаться в Азербайджане было рискованно и авторитет отправился в Москву. Сделал он это весьма своевременно. Спустя всего несколько дней после отъезда Рафшана Ленкаранского объявили в национальный розыск. Прибыв в столицу России, Рафшан Ленкаранский сразу же сошелся с криминальным земляком, вором в законе Мерсеймуром Абдулаевым, Сеймур Нардаранский, который возглавлял азербайджанское преступное сообщество. В 2001 году благодаря протекции Абдулаева Рафшан Ленкаранский был коронован им и еще одним вором в законе, чеченцем Артыком Добчаевым, Артик. К слову, судьбы обоих крестных отцов оказались печальными, и Артик, и Сеймур Нардаранский с разницей в месяц в 2003 году погибли от рук киллеров. После гибели Сеймура, которого расстреляли в одном из столичных ночных клубов, Рафшан Ленкаранский занял его место и возглавил этническую криминальную группировку. Новый статус подарил ему новые возможности. Рафшан Ленкаранский создал группу высококлассных киллеров, готовых устранить любого врага своего хозяина. Одним из первых для убийц заданием стало устранение недовольного растущей властью Ленкаранского, лидера азербайджанской группировки из Петербурга, Эльчина Алиева. Вскоре после гибели Алиева, по подозрению в заказе питерского авторитета, был арестован Рафшан Ленкаранский. Однако прямых доказательств его вины так и не нашлось. А поэтому уголовное преследование авторитета пришлось прекратить. Между тем, у вора в законе появилось все больше недоброжелателей и завистников. Ведь Рафшан Ленкаранский сумел взять под свой контроль практически все овощные базы и точки по торговле зеленью. Сначала в столице, а немногим позже и по всей России. Известно, что только в одном Екатеринбурге прибыли Ленкаранского достигало нескольких десятков миллионов рублей в год. Такая монополия была не по нраву другим претендентам на овощное царство. Например, азербайджанскому авторитету Ильге Гусейнову. На разборку с которым Ленкаранский отослал своего штатного ликвидатора, Назима Гумбатова, Назим Хромой. На встрече, которая состоялась в сентябре 2003 года, Хромой долго дискутировать не стал. И, достав пистолет, начал стрелять в Гусейнова и его трех сопровождающих. Двоим из которых все же удалось выжить. Восстал против Ленкаранского его земляк, вор в законе Надир Салифов, Латугули. Который впоследствии стал злейшим врагом овощного короля. Тем временем, азербайджанские стражи порядка не теряли надежды поймать Ленкаранского. И в 2008 году им улыбнулась удача. От украинских коллег поступил сигнал, что вор в законе Равшан Ленкаранский задержан в Киеве. Его арестовали на 40 суток и начали готовить документы для экстрадиции. Однако юристы авторитета, обратившись в соответствующие органы, сумели выбить для своего подзащитного статус беженца, доказав, что тот якобы подвергался прессингу на родине. Впрочем, спустя год, в декабре 2009, благодаря стараниям сотрудников Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, Ленкаранского удалось все-таки препроводить в Азербайджан, где он сразу же угодил на скамью подсудимых. Несмотря на то, что за незаконное охранение оружия прокуратура требовала для обвиняемого 12 лет лишения свободы, суд назначил ему наказание в виде двух лет и девяти месяцев заключения. Как выяснилось, Равшан Ленкаранский успел его отбыть. Пока шло предварительное следствие. Таким образом, после оглашения приговора авторитет был освобожден. Оставаться на родине он не стал и отправился обратно в Москву. Там у Равшана Ленкаранского стал стремительно развиваться главный конфликт его жизни – противостояние с преступным патриархом Асланом Усаяном, дедом Хасаном. Бытует версия, что именно Ленкаранского Хасан назвал заказчиком неудачного покушения на свою жизнь, которое произошло в 2010 году на Тверской улице. Сам же Равшан Ленкаранский в день инцидента был задержан оперативниками на железнодорожном вокзале Киева, куда прибыл поездом из Москвы. Но сторонники Усаянов такое невнятное алиби в итоге не поверили. Пик конфликта между ворами пришелся на 2011-2012 годы, когда Равшан Ленкаранский решил взять под свой контроль овощебазу в Бирюлёво, в отчину людей Хасана, которая приносила ежегодный доход в 9 миллиардов рублей. В ходе нового витка войны весной 2012 года одним из первых был устранен ответственный за службу безопасности Хасана Ильгар Джабраилов, Данабаш. Убийством Джабраилова, которое произошло на улице Пресненский вал, Равшан Ленкаранский как бы показал Хасану, что может достать его. Понимая, что Хасан обладает огромным влиянием, Равшан Ленкаранский поспешил заручиться поддержкой главных оппонентов воровского генерала. Ими стали авторитет Тареланиани Таро и его правая рука Мираб Джангвеладзе Сухумский. Правда, с последним Равшан Ленкаранский чуть было не разругался в пух и прах. Из-за происшествия в июне 2012 года в Арабских Эмиратах. Тогда Равшан Ленкаранский находился на отдыхе в Дубае, где встретился с братом Мираба Ливаном, чтобы обсудить насущные проблемы. Но разговор внезапно перерос в ссору, и Равшан Ленкаранский попытался было дать Ливану пощечину. Тот, в свою очередь, схватил лежащий на столе нож и пырнул противника в живот. Рана в итоге оказалась несерьезной, а вот отношения Ленкаранского с Сухумским сильно испортились. В конфликте тот встал на сторону брата. Равшану Ленкаранскому потребовалось немало времени, чтобы уладить конфликт с Сухумским. Ради чего он даже подарил Мирабу шикарный коттедж во Франции. В сентябре того же года Равшан Ленкаранский пережил покушение на свою жизнь. Однако его подробности остались под завесой тайны. Родственники, к которым за комментариями обратились, прознавшие об инциденте журналисты, информацию подтвердили, но от обсуждения подробности отказались. Тем временем, в конце 2012 года на территории спорной овощебазы в Бирюлёво начали происходить открытые стычки между людьми Ленкаранского и сторонниками Хасана. Последний, несмотря на покушение на свою жизнь и гибель верного Джабраилова, войны с азербайджанцами категорически не хотел. Слишком свежи были воспоминания о противостоянии братьям Агановым, из которого Хасан хоть и вышел победителем, но заплатил за это очень большую цену. Однако мирным путем договориться с Равшаном Ленкаранским никак не удавалось. В начале 2013 года дед Хасан был расстрелян на пороге ресторана «Старый Файтон» на Большой Никитской улице в Москве. В числе самых вероятных заказчиков убийства Хасана Ленкаранский оказался практически сразу. Он возглавлял так называемый расстрельный список тех, кому пообещали отомстить скорбящий Паусаяну авторитеты. Причем сторонники Хасана полагали, что действовал Равшан Ленкаранский не один, а в связке с Таро. Бытовала версия, что именно последний дал отмашку на устранение главного конкурента, поручив это Ленкаранскому. А тот, в свою очередь, послал на дело своих ликвидаторов. На то, что Равшан Ленкаранский был под подозрением, косвенно указывает и скорая расправа над его правой рукой, Руфатом Насибовым, который был застрелен 28 января в одном из кафе столичного района Отрадное. Именно Насибов считался главой группы наемных убийц Ленкаранского. Узнав о гибели Насибова, его босс покинул Россию и отправился в Турцию, полагая, что там он будет в безопасности. Однако в феврале этого же года криминальное сообщество потрясло новость. Равшан Ленкаранский был расстрелян в Стамбуле. Но не успели враги порадоваться гибели авторитета, как он воскрес. Оказалось, что информация о расправе над ним была уткой. Брат Ленкаранского Эмиль, которому СМИ обратились с комментариями, довольно резко высказался на тему причастности родственника к покушению на деда Хасана. «Равшан не имеет никакого отношения к гибели Аслана Усаяна, деда Хасана, и это хорошо известно уважаемым людям», – сказал он. То, что ему приписывают, – это вымысел полиции, которая, видимо, преследует свои определенные цели, специально нагнетает обстановку. Сам Равшан Ленкаранский через своих ставленников продолжал контролировать овощной бизнес в России, а также обзавелся оптовыми складами в Германии, в Берлине, Гамбурге и Мюнхене. Кроме того, вор в законе контролировал сеть отелей в Италии. Часть вырученных денег Равшан Ленкаранский вложил в недвижимость. Стал хозяином шести шикарных особняков в Европе. Впрочем, для отвода глаз все коттеджи были оформлены на родственников авторитета. Пока Равшан Ленкаранский обживался в Стамбуле, в Москве сторонники Хасана лишили его воровского титула. 34 вора в законе поставили свою подпись под Малявой. Суть Малявы была такова. Мы, воры, данным прогоном ставим вас в курс, арестанты, в отношении Равшана Ленкаранского. Последнее нападение на Равшана Ленкаранского было совершено в ночь на 18 августа 2016 года в самом сердце Стамбула, на бульваре Барбадос. В этот день вор встречался со своими братьями по стамбульскому преступному звену, криминальные авторитеты, в числе которых были воры в законе Црипа и Матевич. Обсуждали свои дела в баре одного из турецких отелей. На повестке дня стоял арест лидера преступного мира России Захария Калашова, Шакру Молодого, который случился месяцем ранее. По некоторым данным, Равшан Ленкаранский планировал воспользоваться этим обстоятельством, чтобы занять лидерские позиции в воровском сообществе. Часы показывали глубоко за полночь. Когда авторитет в компании двух спутников и личного водителя сел во внедорожник Рэндж Ровер, следом должны были ехать охранники. Однако, по неясным причинам, машина сопровождения немного запоздала, что в итоге спасло жизни находящимся внутри телохранителям. Они стали лишь свидетелями того, как дорогу внедорожнику перекрыли трое неизвестных в масках, которые сразу же открыли шквальный огонь из пистолетов-пулемётов. Увидев, как Рэндж Ровер на глазах превращается в решето, водитель машины сопровождения резко сдал назад, а его пассажиры начали звонить в скорую. К моменту прибытия кареты в больницу водитель Джаниева был мёртв, а в самом Ленкаранском, получившем пять пулевых ранений, одной из них в глаз, едва теплилась жизнь. Свой последний вдох Равшан Ленкаранский сделал на операционном столе. Ближе к утру 18 августа сердце криминального генерала остановилось навсегда. То, что убит именно Равшан Ленкаранский, стало известно не сразу. При осмотре вещей, принадлежавших погибшему, стражи порядка нашли паспорт на имя некоего Равшана Алиева. Немногим позже выяснилось, что паспорт с такими же данными был обнаружен в 2013 году в квартире Равшана Ленкаранского, расположенной в Баку. Личность авторитета подтвердили прибывшие на опознание родственники. Кто стоял за убийством овощного короля России, выяснить так и не удалось. Наряду с главной версией, местью за гибель деда Хасана бытует и несколько других. По одной из них Равшана Ленкаранского мог заказать кто-то из его многочисленных врагов. А само преступление не было вендетой за Хасана. Известно, что вскоре после ареста Шакро Молодого Равшан Ленкаранский, освободившийся из тюрьмы Мираб Сухумский, всерьез занялись всеми, кто подписался под прогоном о лишении воровского титула Таро. Буквально за месяц до гибели Равшана Ленкаранского его подручные серьезно избили одного из подписавшихся, вора в законе Георгия Сорокина, Жора Ташкентский, который на свою беду обосновался в Стамбуле. Любопытно, что так же, как с Ташкентским, сторонники Равшана Ленкаранского собирались поступить с одним из главных славянских воров в законе Юрием Пичугиным, Пичугой, о чем через сарафанное радио даже уведомили последнего. Однако все планы порушила гибель Ленкаранского, а в его окружении прошел слух, что Пичуга не простил мятежному вору его дерзости. Впрочем, эта версия так и осталась на уровне домыслов. Поквитаться с Равшаном Ленкаранским могли и сторонники криминального авторитета Алибалы Гамидова, Лату Годжа, который был убит тремя годами ранее. Якобы одним из ликвидаторов, отправивших Алибалу на тот свет, был штатный киллер Ленкаранского. В пользу этой версии говорил тот факт, что Алибалам был ярым врагом Равшана Ленкаранского и был причастен к лишению воровского титула. Хоронить Равшана Ленкаранского было решено на его родине. Прибытие гроба с телом авторитета, помимо родственников, ждали тысячи его земляков, которые готовились проводить криминального генерала в последний путь. К слову, несмотря на специфическую деятельность вора, многие жители Ленкарани были благодарны покойному за оказанную им когда-то помощь. Авторитет с легкостью разрешал конфликты и не скупился на денежные пожертвования. Свой последний приют он нашел около могилы отца, на кладбище Сардыхал в родной Ленкаране. Спустя год после гибели Ленкаранского на Погосте состоялось торжественное открытие памятника вору в законе. Статую в полный рост заказали в Индии и доставили транзитом через Турцию родственники покойного. Оформление места захоронения этого авторитета считается на сегодняшний день одним из самых шикарных. Могила Равшана Ленкаранского не только не уступает, но даже превосходит монументы главных авторитетов бывшего СССР деда Хасана и Вячеслава Иванькова, Япончика. А это был канал о жизни по жизни. Всем добра и удачи. Увидимся в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин